Всем привет! Сегодня готовим по рецепту из вот этой замечательной венгерской книги, которая издана в Будапеште еще в советское время, во времена Варшавского договора. Значит, суп называется коричневый суп. Давайте попробуем его воспроизвести по этому рецепту. Для этого нам потребуется копченое сало, либо бекон двойного копчения. Можете взять сало. Говяжья или свиная печенка, в данном случае это свиная печень. Дробленый перец, помидоры, либо помидоры в собственном соку дольками. Я возьму, чтобы не мучаться. Один острый перец, одна довольно большая морковь, лук, три болгарских перца и паприка. Но, конечно, не вся, а только ложечка-две, для того, чтобы по вкусу выровнять, уже сами выравнивайте. Ну что, варить будем вот в таком замечательном казане. Одна закладочка будет, просто здесь прямо будем закладывать, закладывать, закладывать. Потом поставим все на плиту, будем обжаривать. Потом, ну, в общем, все смотрите и все, так сказать, ищите, да обрящите, да. Смотрите и увидите. Приступаем. Итак, еще раз мы нарезаем все продукты и складываем поочередно в этот замечательный казанчик, который мы будем варить на плите. Обжариваем все на сале, поэтому на дно выкладываем вот этот бекон, сало, что найдете, в общем, что вам больше всего нравится. Если бы здесь, понимаете, да, если бы здесь была комфорка, то тогда бы мы все делали уже на комфорте. А я сейчас просто положил и сразу же вот сюда закладываю кусочки товарные, такие, чтобы попадались в ложку и не вываливались. И радовали как можно чаще. Но, с другой стороны, и, ну, как бы не развалились уж совсем-то. Потому что понятно, что какие-то крошки от нее будут. Понятно, что она подразвалится. Вы знаете, что еще? Тут еще есть разбитое сердце, свиное тоже. Оно лежало так одиноко. Я думаю, печень ушла, а сердце осталось. Я взял и сердце тоже. Поэтому не помешает для коричневого супа кусочек сердца. Если не найдете, если не встретится вам по дороге, как в этом, помните, в Мимино. Как фильм называется? Разбитое сердце! Вот так вот. Вот. Если не попадется вам это, разбитое сердце, тогда делайте просто на одной печенке. Все хорошенько вымыл я уже давным-давно. Все уже так у нас. А вот сердце надо сделать мелкими, чтобы оно отличалось такими мелкими, помелче такими кубиками. Вот такими вот. Ну, чтобы было видно его. Венгерские супы я уже делал. Мы делали гуляш. В общем, у меня есть венгерская книга. И совсем скоро мы будем делать, вернее, не совсем скоро, а завтра будем варить суп уйхази. Он делается из петуха, а из петуха делается еще и уха, из петуха, и из петуха делается еще архиерейская уха. То есть завтра петух, большой такой у нас нормальный петух, пойдет в бульон сразу для трех супов. У него звездный час будет у этого петуха, он там лежит, размораживается. Поэтому смотрите в ближайших, смотрите в ближайших выпусках. Петух в главной роли. Так, ну какой венгерский суп без перца и паприки, ребята? Ну вообще, таких мало, наверное, есть супов, потому что, ну все равно, куда я был в Венгрии, был в Будапеште, был на озере Болотон, был в других местах, проезжал и останавливался, и путешествовал, гулял. Да, там и колбаса с паприкой, там все с паприкаш, и спиртное с паприкой. То есть люди балдеют от паприки, и паприку, и перец закладывают практически везде. Поэтому и мы сейчас этим займемся. Сейчас мелко нарежем перец. Так, вот так вот, замечательно. Так, теперь лучок нам надо порезать. Острый перец. Так, и натираем морковь на терке. Так она среди печенки лучше разойдется, как бы превратится немножко в соус, такое вот, такое состояние у нее будет более разбавленное, так скажем. Ну, редко я таскаю вот эту любимую свою доску к плите, в данном случае придется напрячься. Все берем и выкладываем перец, лук, острый перец, морковь и помидоры в казан. Там уже все обжарилось, все готово. Также будем туда добавлять паприку и черный перец. И на этом останется только посолить. Все, погнали. Вот так прямо русским народным способом туда хлоп и закладываем. Смотрите, раз, и морковь туда, и перец, и все в перемешечку. Сейчас все равно будем все перемешивать, понимаете. И помидоры. Дробленый перец. Я много положил. Мне нравится дробленый перец. И вот такую огромную ложку паприки. Видите? Это же Венгрия, ребята. Это же венгрецкая. И немножко можно полить воды для того, чтобы все превратилось в такую вот тушеночку. Но не сверху, чтобы все продолжалось тушиться уже, уже не обжаривалось, а продолжалось тушиться. И мы потихонечку-потихонечку будем добавлять воду. Уже запахи пошли. Перцы. Ой, паприки. Красота. Вот. Вода не покрывает верх. Просто там она и присутствует. И сейчас мы закрываем все крышкой. Следующая заставочка, которая сейчас будет, это уже будет та заставка, до которой нужно довести состояние продукта. Вот сейчас как раз, раз, и будет заставочка. Вот, дорогие друзья, посмотрите, он коричневый. Как вот пишется там в бумаге, на бумаге, да? Что написано, пером не вырубишь топором. Так вот он и есть коричневый, посмотрите. Вот мы специально, раз. Сейчас нам нужно что сделать? Правильно, посолить. Сначала надо попробовать. Потом посолить. Посолить, а потом залить все водой. Ну все правильно, не солено. О, перец, перец сдает о себе знать. Это промежуточный, посол, не окончательный. Потому что, ну сами понимаете, я сейчас воды туда набухаю. То есть, потом еще надо будет выравнивать в конце. Но я сюда потихонечку заливаю воды столько, сколько мне нужно уже. То есть, вся вот эта вот тушеночка произошла, все перемешалось. А сейчас просто берем, заливаем все водой. Вот я целый чайник туда выливаю. Он кипящий был уже. Сейчас это все я перемешиваю. И ставлю на маленький огонь после закипания на, сколько бы вы думали, 2 часа. То есть, по идее, там должно, как я себе представляю, должен лук практически вывариться, развариться. Морковь должна превратиться уже туда, прямо вот в соус, в пасту. Вода должна подвыкипеть. То есть, это должно быть, по идее, такое образование и очень интересное. Смотрите, ждем 2 часа, у вас время пройдет быстрее. Переходите по ссылочкам, ставьте лайки, комментарии. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, для того, чтобы у вас пришло уведомление о готовящихся наших выпусках. Заставочка. Почти 3 часа варится суп, и он почти готов. Сейчас мы возьмем, буквально его немножко, надо его загустить. Я в холодную воду, немного муки, так, чтобы он был такой, знаете, погуще, что ли, так скажем. Сейчас я буквально разведу 2 с горкой ложки муки в холодной воде. И сейчас просто туда это все. Раз, бабахнем. Вот. Сейчас, как только загустеет весь состав, снова закипит на медленном огне, и все загустеет. И вот как раз то, что нужно, вот такого, знаете, гуляшообразного, что ли, густого, такого состояния должно все получиться, чтобы он был не жидкий, а такой вот погуще. Сейчас она как раз встанет, и все будет прямо, все готово, можно будет уже подавать. Но на этом венгерские супы на нашем канале не кончаются. Они и не заканчиваются, потому что есть уже гуляш, богрыш-гуляш. И не заканчиваются, потому что будет венгерский суп уйхази, и вот сейчас мы будем делать крем-суп из печенки говяжьей, тоже по венгерскому рецепту. Вот такие. Ставьте лайки, подписывайтесь. И после заставочки мы начнем подавать наш коричневый суп. Венгерский коричневый суп, так и называется, в книге, прямо в поварской книге. Коричневый суп готов. Пожалуйста, встречайте. Он действительно коричневый, ребята. Без преувеличения, потому что из печенки и из прочих вкусностей. Вот, посмотрите. Ух ты. Какая мисочка конкретная. Вот правильно мы сделали, что туда муки добавили, потому что она мука прямо какой-то действительно такой серьезности придала. Понимаете, он до этого был жидкий такой, я как-то чувствую, что, ну, как бы не очень, не то. Не на сто процентов, так сказать, консистенция удовлетворяет. Вот, а сейчас прямо, как есть, знаете, руссконародная поговорка, какова оксинья, такова и ботвинья. Не могу я, чтобы жидкий суп я вам показывал, тут презентовал и что-то там учил кого-то. Не, не, должно быть все конкретно. Вот, поэтому посему будем испробовать. Густой, хороший, настоящий суп. Густой, хороший, 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 хороший Слава тарелочку подобрал. Посмотрите, пожалуйста. Она, наверное, литровая. Это третий суп, который я пробую сегодня. Еще один будет. Вот так вот любят шефа. Его сотрудники, соработники. Ребята, печенка просто, она вот в этой морковке, вот в этих овощах. Она просто купалась там долгое время. И она такая мягкая, такая, какая-то сказочная просто. Обалдеть. Суп как подливка такая, очень-очень нежная. Вот прямо нежная, слушайте. Прямо такая вот, несмотря на то, что вроде печенка там, все-все-все такое-то, она такая сбалансированная, очень интересная, с белым хлебом. Прямо берем. Вот так вот. Раз. И туда. Очень будет здорово. Я сейчас, я сейчас буду ужинать этим супом. Вещь. Вот не жалея прямо белого хлеба туда. И будет вообще улет. Я сейчас не буду пока пробовать. Все. Будем завершаться. Не прощаемся. Вы же еще к нам придете. Подписывайтесь, ставьте лайки. Переходите под этим видео по ссылочкам. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Надо, чтобы в душе было спокойствие. Понимаете? Раскрывайте свои таланты. Вот я дожил до 46 лет. Да, готовил. Да, что-то делал. И тут началось, видите, переросло во что-то приятное. И мне, и я надеюсь вам. Пока. До свидания. Уж мы перестали, выключили все аппараты. И сердце там в тему прямо. Вот я сейчас, я же ем после этого. Продолжаю в тему. Сердце обязательно сделайте. Или два. Все. Выпуск закончен. Субтитры сделал DimaTorzok